МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня выпуски. Европарламент поддержал формат Женева Плюс для переговоров по деоккупации Крыма. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Политутники Чайгос и Дигель Минжи останутся под арестом до 8 марта. Суд отклонил апелляции защиты. Сотрудники Севастопольского авиазавода два месяца без зарплаты. Картина Ивазовского вывозить из Феодосии нельзя. Позиция украинских экспертов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Европарламент принял новую резолюцию по Крыму и поддержал формат международных переговоров Женева Плюс. Россию в очередной раз призвали начать переговоры с Украиной и другими сторонами по вопросу деоккупации Крыма. Депутаты решительно осудили беспрецедентный уровень нарушений прав человека со стороны российских и так называемых крымских властей в отношении населения Крыма, в частности, крымских татар. Европарламент также заявляет о своей поддержке решения ЕС запретить импорт товаров и услуг из Крыма, если они не сопровождаются сертификатом происхождения от украинских властей, а также ограничить экспорт определенных товаров и технологий, инвестиций, торговли и сферы услуг в Крым. В своей резолюции Европарламент к тому же осуждает милитаризацию крымского полуострова, которая оказывает значительно негативное влияние на экономическую и социальную жизнь, а также угрозы со стороны России разместить ядерное оружие в Крыму, составляющие значительную угрозу для региональной, европейской и глобальной безопасности. Вновь призывают к выводу всех российских войск из Крыма и Восточной Украины. За документ проголосовали 472 евродепутата, против 79 и 33 воздержались. Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере назвал документ важным решением на пути к деоккупации и написал, цитирую, «Благодарны за резолюцию Европарламента о нарушении прав человека в Крыму. Преступления оккупационных властей не скрыть». Так называемый Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы политузников Ахтема Чейгоза и Мустафы Дигерменджи и оставил в силе решение о содержании их под стражей до 8 марта. Такие решения были приняты судом 4 и 3 февраля. Напомним, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чейгоза оккупанты обвиняют в организации 26 февраля 2014 года массовых беспорядков. Мустафу Дигерменджи в участии в беспорядках. Ахтем Чейгоз уже больше года находится в СИЗО. Мустафа Дигерменджи был арестован 7 мая прошлого года. Недавно специальной срочной миссией Совета Европы удалось встретиться с Ахтемом Чейгозом. Спецпредставитель генерального секретаря Совета Европы Жерар Штудман смог проговорить с ним полтора часа, хотя оккупанты и навязали для встречи своего переводчика. Всего за неделю пребывания в Крыму миссия провела около 50 встреч. Сотрудники Севастопольского авиационного завода уже два месяца не получают зарплату. Как заявляет его директор Алексей Толмачев, долг за декабрь – 5 миллионов 400 тысяч рублей. Выплачен только аванс за этот месяц. Руководители авиазавода намерены отправиться в Москву на переговоры с холдингом «Вертолеты России», в который предприятие должно интегрироваться. Как сообщает портал «Форпост», Толмачев собирается просить предоплату в 48 миллионов рублей за ремонт вертолетов Ка-29, который начался в прошлом году. Зарплату за январь сотрудникам завода обещают не раньше конца февраля. В апреле 2015 года от так называемого правительства Севастополя звучали оптимистические заявления о том, что авиазавод будет загружен заказами и заработает в полную силу на российскую оборонку. Но сейчас руководство предприятия констатирует – на полную оно так и не работает. Объясняют это тем, что договоры на 2017 год были заключены слишком поздно – только в ноябре прошлого года. Алексей Толмачев надеется на подписание контракта с холдингом «Вертолеты России» на ремонт пяти вертолетов МВД РФ. Для полной загрузки нужно заключить еще четыре договора по ремонту вертолетов типа Ми-8, либо оборонного заказа, либо экспорта. Завод был основан еще в октябре 1929 года. Ранее он обеспечивал работой до 2000 человек. Занимается капитальным ремонтом, переоборудованием и модернизацией различных типов вертолетов, связи и навигации. Из-за аннексии Крыма к лету 2014 года у завода тоже были задолженности по зарплатам. Заработная плата достигала три месяца. На сегодняшний момент было выдано две заработные платы. Задержка на сегодняшний момент составляет два месяца. До конца этого месяца мы планируем выйти на нормальную выплату заработной платы. Главной проблемой завода его руководитель называет выполнение дорожной карты по интеграции в холдинг «Вертолеты России». Так называемое правительство Севастополя поставило на этот год авиапредприятие в план акционирования. 100% акций должны оказаться в собственности государства России. Речь идет об акционировании с последующим внесением вертолетами России и Госкорпорацией Ростехнологии дополнительных инвестиций в предприятие. Картины Ивана Айвазовского из Феодосийской галереи планируют летом перевезти в Россию. Сначала их выстоят в Третьяковской галереи, потом экспозицию переместят в Санкт-Петербург. В настоящий момент Феодосийская галерея ведет переговоры с принимающей стороной о количестве картин для выставки. Известно уже, что это будут живопись, графика, некоторые личные вещи и награды великого мариниста. Масштабные экспозиции планируют представить полотна из нескольких российских музеев, рассказала директор Феодосийской картинной галереи Татьяна Гайдук. Она отметила, что меры по защите экспонатов на время путешествия приняты. Картины будут застрахованы. Все расходы по страхованию взяла на себя Третьяковская галерея. Полотна будут перевозить в специальных контейнерах с соответствующим транспортом. Мы передаем картины известному музею Третьяковской галереи, а не какой-то частной коллекции. Там будут и другие ценные редкие экспонаты. Поэтому охрана экспозиции обеспечивается на высоком уровне. Существует и специальная процедура передачи приема картин. По завершении мероприятий эксперты галереи Айвазовского проведут проверку соответствия оригиналов. Напомним, еще в апреле 2014 года общественность Феодосий и руководство галереи были обеспокоены дальнейшей судьбой экспонатов музея. Тогда и директор музея Татьяна Гайдук высказывалась против того, чтобы картины художника, стоимость которых исчисляется миллионами долларов, даже на время покидали галерею. В целом же практика обмена экспозициями широко распространена в современном мире, отмечают эксперты. Но во время войны такое невозможно. Для вывоза картин в Россию нужны сопроводительные документы украинской стороны, которых естественно нет. При таких обстоятельствах это можно расценивать как еще один факт распоряжения награблены. И вот с оккупированной территорией Украины Российская Федерация берет часть культурного наследия Украины и везет, как заявлено, для показа по российским городам. В один, два, три, во сколько они их повезут? Учитывая, что страна оккупант на территории Украины, которую она оккупировала, в Крыму, в Луганской области, в Донецкой области, ведет себя как мародер. Она вывозит заводы действующие, она уничтожает плодородие земли. Бьют тревогу члены экспертного культурного сообщества страны. Они уверены гарантии того, что все экспонаты вернутся в Феодосию в целости и сохранности, нет. Но вот кроме нот протеста и заявлений, реальных рычагов давления Украины не существует. Это незаконные действия оккупационной влады в Крыму. Экспертное средство активно протестует. Вы знаете, что есть соответствующие резолюции. Украинская государство должна активнее задеяться дипломатическими каналами принаймні механизмы международного монетаринга за станом культурной испадщины в Крыму. Это давно нужно делать, но каждый такой факт очень тревожным. В 2015 году одна из украденных картин Айвазовского «Вечер в Каире» была оценена аукционным домом Сотбис в 1,5-2 миллиона фунтов стерлингов. По нынешнему курсу это 73 миллиона 500 тысяч гривен. Назвать полную стоимость всех экспонатов галереи Айвазовского, которые остаются на оккупированной территории, сейчас ни один эксперт не может. Редактор субтитров А.Семкин